друзья всем привет вот и у меня тыковка выросла смотрите какая хорошая вот она одна самая активная тыква а вот к ней который я уже две подсаживал наверное они ее уже не догонят ну хотя вот этот один полосатик вот такая полосатая тыква маленькая может быть еще и созреет я ее не поливаю так как передают дожди так что будем ждать дождя а я в общем то думала что я поздно тыкву посеяла и не рассчитывал уже на урожай но урожай видимо все таки будет вот друзья я хотела показать огурцы как сейчас выглядят плеть уже в общем то такая невеселая но тем не менее я собираю урожай сейчас я покажу какой сейчас я поливаю огурцы методом дождевания прямо по плите из лейки и вот пошли новые завязи и еще очень много огурцов только в погода теплая постояла вот она плеть зеленая пошла я вам показывал как я их подкармливаю дрожжами несмотря на то что она такая поникшая огурцы есть вот они висят огурцы перцы продолжают хорошо расти особенно меня вот радует конечно красная шапочка вот какие перцы а вот и квачки еще какие мощные так не поливаю тоже жду дожди потому что вот-вот передают дожди полосатик какой спрятался вот еще какой здоровый спрятался кабачок а здесь вот два кабачка выросли вместе срослись сиамские близнецы ну а вот мой еще урожай вот огурцов я собрала вот три дня их не собирала и перцы собрала вот такие красавцы свекла крупная хорошая я ее прорежала но видимо недостаточно хорошо и вот даже где две свеколки вместе плоды достаточно крупные хорошие ровненькие почистила картошку под выкапывание картошка мелкая и средние крупные нет картошки видимо из-за большого количества дождей в общем-то все силы ушли в ботву ботва высокая была красивая картошечка мелкая ну средний мелкая и средний в этом году вот такая да картошка морковь тоже активно продолжает еще расти ботва зеленая хорошая но морковь есть еще время вырасти потому что сама морковка я бы сказала мельче среднего в этом году тоже видимо из-за большого количества дождей все все силы ушли в ботву вот я выдернула морковку она даже какая-то вот фигуристая вот такая то есть ровной морковки такой нет но все равно морковка есть ну вот друзья мы с вами прошлись по огороду посмотрели что все овощи еще активно продолжает расти и я сегодня хотела снять для вас коротенькое видео о том как дорастить наш урожай как подстегнуть наши овощи чтобы они созрели быстрее вот видите я даже тыквы дождалась я не чаяла что они созреют потому что достаточно поздно посадила и еще из четырех тыков у меня выросла только одна ну в общем то она и самая активная ну вот тыквы у меня есть и это не может не радовать перцы очень хорошо еще растут огурцы помидоры я практически все уже сняла вот забегая вперед в этом видео я еще покажу как я буду сегодня солить помидоры в трехлитровых банках и рецепт конечно же я напишу кабачки очень хорошо растут хороший кабачков урожай кабачков вот ну и конечно же видео вот еще в этом видео будет несколько слов о корнеплодах я и вам эту напоминалочку хочу снять и себе конечно же потому что все лето я ношусь с огурцами уж как я ношусь с помидорами ну вот с перцами ну а корнеплоды у меня в общем то как растут так и растут я мало внимания уделяю ну мало ухода конечно получается свекле хотя она растет хорошо вот каждый год свекла хорошая дождливое ли лето жаркое ли лето свекла урождается хорошей свекла неприхотливая вот морковь конечно же мелковата очень много дождей вот и картошка мелковата ну много сил уходит в ботбу так что о корнеплодах тоже замолвим словечко что еще вот вы обратили внимание я не раз об этом говорила что я стараюсь замульчировать все что только можно замульчировать ну кроме конечно картофеля вот я не мульчирую и помидоры не мульчирую они у меня в парниках под временным укрытием как-то у меня был опыт мульчирования помидор но вы знаете они стали хуже себя чувствовать они стали хуже проветриваться парники низкие и там было мало воздуха и мои помидоры начали чахнуть я убрала мульчу и сейчас я вообще от нее отказалась в общем то они проветриваются и растут гораздо лучше хотя в противовес своим же словам не так давно прочитала заметку о том что помидоры очень хорошо мульчировать именно скошенной травой трава начинает гнить образуется синая палочка которая препятствует развитию фитофтороза и я вот во многих роликах вижу что активно мульчируют помидоры и помидоры хорошо растут и хорошо себя чувствуют но видимо это зависит от сорта и опять же от ухода но все зависит от ухода конечно же как потопаешь так и полопаешь это сто процентов вот и вот в этом ролике будет также чем лучше мульчировать наши грядки тоже такой коротенький обзорчик будет вот ну и конечно же в заключении я сниму видео как я солила свои помидоры наконец-то я дождалась они стали активно созревать потому что зелеными зелеными я их снимала но все хорошо они спеют ну не так быстро как хотелось бы потому что уже были очень зелеными но все они хорошо себя чувствуют все с ними хорошо я буду потихонечку солить помидоры и буду вам показывать как и что я делаю ну и конечно же напишу рецепт вот так мои дорогие вот такое видео у меня сегодня получилось для вас соль помидоры помидоры я помыла банки помыла прокипятила банки трехлитровые подготовила зелень пучок петрушки одна средняя луковица шесть крупных зубчиков чеснока и два маленьких перчика я их уже очистила и вот на дно банки буду укладывать петрушку я этот пучок разделю пополам и разложу на две банки по три зубчика чеснока по одному перчику и по половинке луковицы помидоры я проткну шпажкой ну зубочисткой чтобы кожица когда я залью помидоры крутым кипятком не лопнула но бывает она все равно лопается но риски уменьшаются когда кожицу протыкаешь ну вот буду сейчас банки остынут и буду раскладывать помидоры и зелень вот такую овощную перенку подготовила для помидор уложила петрушку чеснок целиком положила порезала перчик вот на такие дольки и лук не мельчила а вот достаточно крупно вот так вот положила его чтобы легко можно было выловить потом из банки эту зелень и съесть залила помидоры кипятком сейчас их прикрою крышками и оставлю их так практически до полного остывания теперь я поочередно сначала из одной банки вот я уже вылила воду в кастрюлю потом из другой банки вылью воду в кастрюлю и уже можно полностью назвать это не водой а будущим рассолом наша вода пропиталась ароматом помидор перца петрушки лука чеснока и очень очень вкусно пахнет и мы доведем наш рассол до логического завершения добавим сюда соль сахар а в конце добавим уксус при желании в этот рассол можно добавить лавровый лист и перец горошком так друзья готовлю рассол добавила один стакан сахара и 6 чайных ложек соли с горкой сейчас вот еще раз все хорошо размешаю чтобы все полностью растворилось как закипит добавлю один стакан уксуса 9% залила банку с помидорами готовым рассолом закрыла горячей крышкой сейчас закатываю крышку ну а дальше все как обычно переворачиваю банку кверх тормашками чтобы крышка хорошо втянулась и еще укутаю на сутки чтобы все хорошо простерилизовалось вот друзья залила вторую банку кипятком сейчас также ее закручу крышкой горячей укутаю ну все как обычно как и с первой банкой поступаю все готово приятного аппетита до новых встреч друзья всего доброго и в добрый час до новых встреч я